Пробужденный ум Как влюбленный не сводит глаз возлюбленной, даже укратко и наблюдая за ней, как хорошая мать, не отвлекаясь по сторонам, не отводит глаз от своего малыша, так и вы должны со всем вниманием и заинтересованностью, и даже с любовью относиться к себе, но не к своей личности, а к уму, потому что вы ум, а не личность. Это не случится сразу. Конечно, вы будете отвлекаться. Вам нужно запастись терпением, чтобы развить привычку смотреть в ум. То, что вы отвлекаетесь, нормально. Ум не меняется вдруг. Просто не прекращайте практику, но и не пытайтесь ее форсировать. Нужно отбросить ошибочную идею о том, что вы можете достичь какого-то опыта, который превратит вас из лягушки в принцессу или из Ивана Дурака в Ивана Царевича. Это самое распространенное мнение среди ищущих, и оно ложное. Вам нужно полное изменение ума, изменение всех его тенденций. А это невозможно без знания ума, без тотального знания всех его проявлений, которыми являются мысли. Поймите это, и вы будете сами знать, что вам делать. Если же вы до сих пор думаете, что вам нужно достичь какого-то состояния, которое изменит ум, то вы ошибаетесь, и у вас нет шансов. Пробужденный ум – это ум, пробужденный к самому себе, а не личность, получившая просветление. Говоря словами Рамана Махарши, ум, развернутый на самого себя, есть атман. Наблюдение за умом нужно для того, чтобы избавляться от периодов неосознаваемого мышления, невнимательности к мыслям. Ваша задача – не делать выводы о мыслях, а знать свои мысли в каждый текущий момент. Значение имеет не то, о чем эти мысли, а то, чтобы знать каждую из них в каждый момент на протяжении всего бодрствования. Потому что именно в таких мыслях и прячутся васаны и самскары. Это самая первая и самая важная часть практики – вытащить все мысли на свет осознания. Наблюдать свой ум – значит быть внимательным к нему, значит знать его во всех состояниях. Знать свой ум – значит знать себя. Но вы не знаете свой ум. Вы только можете сказать, что он у вас есть, а его нужно узнать. Истинно – это просто отсутствие ложного. Как вы избавитесь от ложного, если вы не в курсе, что творится в вашем уме? Вы должны быть не просто в курсе, а постоянно в курсе того, что творится в вашем уме. Избавьтесь от невнимательности, когда вы не знаете, о чем вы думаете. Остальное случится само. Я говорю о наблюдении за содержанием ума, а не за личностью. Ум, который наблюдает за своим содержанием, перестает быть личностью. Без внимания к содержанию ума вы ничего не добьетесь в самоисследовании. Само слово «самоисследование» подразумевает внимание к уму. В течение этой практики много чего изменится в уме. Ваша личность заметно побрекнет. Потому что она почти вся состоит из глупостей, из необоснованных страхов и ожиданий. Вы увидите это сами, когда мыслей станет меньше. А их обязательно станет меньше, благодаря только тому, что у вас не будет периодов неосознанного мышления. Не будет провалов грезы. По моему мнению, сознательное мышление – это то, при котором твое внимание направлено на мысли. А в несознательном мышлении внимание не на мыслях, а где-то бродит. Не совсем так. Речь идет не о том, чтобы смотреть на мысли, а о том, чтобы знать, о чем вы думаете. Потому что у вас бывают моменты, когда вы задумались, но не знаете, о чем. Спроси вас, о чем задумался. Вы ответите – да так, ни о чем. Или другой пример. Вы что-то увидели, и ваши мысли понеслись. А через пару минут вы думаете уже совсем о другом. Мысли скачут хаотично. Это праздные, а не работающие мысли. Это не то мышление, которое направлено на решение практических задач. Это бесполезный внутренний диалог, который вы даже не замечаете. Вам все равно, о чем думать. Ваши мысли предоставлены сами себе. Но именно в таком мышлении скрываются васаны, создающие иллюзию вас, как обособленного существа, личности. Цель не в том, чтобы прекратить внутренний диалог, потому что он сам прекратится, если вы будете замечать его постоянно. Цель в том, чтобы знать, о чем вы думаете в каждый текущий момент времени. Но обычно вы даже не замечаете, что вы давно провалились во внутренний диалог. Однако стоит вам только заметить его простым перенаправлением внимания, о чем я думаю. Как он прекращается. Именно во внутреннем диалоге мерякает тень вашего фантомного «я». Вам не нужно пытаться останавливать внутренний диалог. Он сам прекратится, как только вы заметите его. Вот и наблюдайте постоянно за умом, чтобы он не скатывался во внутренний диалог. Вам нужно просто заинтересованное внимание к уму, к тому, что в нем происходит. Как преодолеть обособленность. Есть две простые вещи, которых достаточно для выхода из ощущения обособленности. Первое. Не впадать в мечты. Думать только о том, что происходит в данный момент. И не думать ни о чем, чего не происходит в данный момент. Что имеется в виду под мечтами? Это когда вы воображаете различные истории про себя и не замечаете, как вовлекаетесь в них. Это не значит, что вы не можете планировать какие-то действия. Я имею в виду именно воображение мечты, когда ум вовлекается в какие-то несуществующие истории. А если бы было так, то… Конечно, вы так не повторяете про себя. Этот пример просто отражает суть ваших мечтаний. Это как раз то, из чего обычно состоит внутренний диалог. Когда вы что-то планируете, в этом нет личности. Потому что планируются конкретные действия. Но когда вы вовлекаетесь в мечты, вы даже не осознаете это. И главным героем ваших мечтаний является ваша выдуманная персона. Такое вовлечение называют ментальным сном или грезой. Поэтому первый пункт – быть внимательным к проваливанию грезы. Если вы будете внимательны к этому поведению ума, ум отвыкнет от таких засыпаний. Это относится к дневным активностям. Второе. Темная медитация. Темная она называется потому, что вы как бы закрываете все врата восприятия. Вкус, слух, зрение, обоняние, осязание. И направляете внимание на ощущение себя. Здесь та же история, что и в дневных активностях. Вы не останавливаете мысли, но только не вовлекаетесь в мечты, в то, чего нет в данный момент. В отличие от дневных активностей, в темной медитации ничего нет, кроме чувства себя. Состояние ясного ума, не впадая в сон, ничего не ожидая, вы терпеливо остаетесь с этим чувством себя, отбрасывая все идеи, возникающие на его счет. Вы нянчеваете себя в нем. Некоторые, кто это пробовал, говорят, «Ну и что, там ничего не происходит». Там ничего и не должно происходить. Вы просто стараетесь не упустить это ощущение себя. Не соскользнуть в мечты. Будут возникать отдельные мысли, это не страшно. Только не соскальзывайте в мечты. А соскользнув, заметьте это, и вынырнете. Это все. Только эти два пункта. Сложность заключается в том, что это не нравится уму. Его все время тянет в мечты. Постоянная погруженность в мечты и грезы – его привычное состояние. Привычное, но неестественное. Обе эти практики завязаны друг на друга. Одна усиливает другую. Одна создает настрой на другую. Со временем практиковать становится легче. Фактически требуется одна простая вещь – не мечтать. Думать только о том, что происходит в данный момент. А когда ничего не происходит, остается только чувство себя. Вот и не думайте больше ни о чем. Не препятствуйте отдельным мыслям, но и не соскальзывайте в мечты. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что под мечтами я имею в виду не только намеренное мечтание, но и неосознаваемое вовлечение в истории. Просто заметьте его однажды, и вы поймете, что я имею в виду. После этого вам нужно будет только замечать такое ненамеренное мечтание и выныривать из него. Потому что от него нужно отвыкнуть. Не философия, не учение, не концепция адвайты, не препятствие мышлению. А именно отвыкание от ненамеренных мечтаний приведет вас к знанию себя. Сложность только в преодолении этой привычки. Я часто смотрю в ум с вопросом, что тут происходит. Себя в этот момент я переживаю как внимание. И я вижу, что в каждый момент ничего не происходит, кроме текущих мыслей. И это заглядывание в ум нужно только для того, чтобы выныривать из ментальных грез. Обычное состояние человека это постоянно находиться в ментальных грезах. Идет ли он по улице, сидит ли на работе, ходит ли по магазину, он все время грезит. Если хотя бы 60% этих грез прекратится, человек сразу взрит Бога. В том смысле, что он в опыте осознает недвойственность себя и мира, который и есть Бог. Из-за грез в уме совсем нет свободного пространства, которое необходимо для распознавания тождественности ума и мира. Когда ты идешь по улице, задумавшись о своем, и не замечаешь происходящего в мире, между миром от тобой стоит стена грез. Если же ты вынырнешь из грез и будешь созерцать происходящее в мире, то заметишь, что между тобой и миром больше нет разделения, что вы слитые в одно неделимое целое. Вот для чего ты заглядываешь в ум. Чтобы вынырнуть из грез, чтобы избавиться от привычки погружаться в грезы. На самом деле, между умом и миром нет двойственности. Когда ум пустон грез, тогда он полностью тождественен миру. Это не два. Представьте себе путешественника, который хочет перейти на другой берег реки. У него есть только один способ попасть туда – по веревочной переправе, протянутой на другой берег веревки. Но наш путешественник не только не подготовлен к такой сложной переправе, он даже саму переправу не может найти. Он ничего не видит, потому что у него на глазах повязка. Сначала он должен снять повязку, чтобы увидеть узкую тропинку к переправе. Затем, не исходя с этой тропинки и не отвлекаясь по сторонам, он должен все время идти вперед, чтобы через какое-то время добраться до переправы. Там он должен научиться переправляться с помощью веревки. Поначалу у него ничего не будет получаться, а раз за разом он будет срываться. Только научившись ни при каких обстоятельствах не выпускать веревку из рук, он сможет перебраться на другой берег. Повязку с глаз снять нужно обязательно, иначе вы даже тропинку не увидите. Но этого недостаточно. Повязка снимается не для того, чтобы перебраться на другой берег, а для того, чтобы увидеть тропинку к переправе. Предварительная практика наблюдения за содержанием ума нужна не для того, чтобы подняться на интуитивный уровень, а для того, чтобы полностью вынырнуть из неосознаваемого мышления, снять повязку с глаз ума. Потому что из-за нее вы не только тропинку к переправе не видите, вы не видите даже того, что творится по сторонам. Даже происходящее вокруг вы толком не осознаете. Вы нырнули из грез, огляделись по сторонам и опять нырнули в грезы. Все препятствия в практике можно отнести к тому, что по сторонам. То, что под повязкой, это неосознаваемое мышление, ментальная греза. Чтобы обойти препятствия, вы должны сначала избавиться от периодов неосознанного мышления, потому что в неосознанном мышлении вы их не замечаете. Сначала вы нырнете полностью и навсегда. Тогда вы сами начнете видеть все препятствия, как на ладони. И когда вы их увидите, тогда сможете распознавать и обходить. Ищущие совершают большую ошибку, считая, что человек познает свою природу. На самом деле, это ум познает сам себя. Поэтому Махарадж говорит, что если вы пытаетесь получить истинное знание как человек, то никогда его не получите. Потому что вы не человек, а ум, в котором содержится все, включая человека. Познание себя – это познание умом самого себя. Если вы познаете что-то другое, то как вы надеетесь познать себя? Пробуждение – это пробуждение ума к самому себе, как он есть, которое начинается с внимания ума к самому себе, с наблюдения умом самого себя, с кардинальной заинтересованности ума в познании самого себя. Если вы захвачены своей человеческой судьбой, личными стремлениями и желаниями, вы человеком и останетесь. Если вы хотите узнать себя, тогда почему вы интересуетесь человеческим? Вы не человек, а ум. Познайте ум. Только познавая ум, вы познаете себя. Вы ныривайте из бессознанки и, пробираясь через все завалы ума, идите к чистой, невыразимой природе ума, к истинной природе самих себя. Пробудите ум к самому себе. Исключите ощущения и тела, не обращайте на них внимания, но наблюдайте мысли, возникающие об ощущениях в теле. Это сильно меняет дело. Всегда считала, что физические ощущения и эмоции суть те же мысли, только более грубые. Наблюдала их при возникновении наравне с мыслями. А выходит, нужно наблюдать только концептуальное мышление. Или, проще говоря, нужно сосредоточиться на внутреннем диалоге, болтающей говорилке. Нет. Не обращайте внимания на ощущения в теле в том смысле, что некоторые из вас начинают ощущать некие потоки. чакры с кундаринями воображать начинают. И это нужно отбросить. Не увлекаться надуманными интерпретациями ощущений в теле. Потому что человек увлекается этим и не замечает, как оказался в грезе. И потом находит себя не помнящим, о чем он думал. Поэтому, если вы думаете об ощущениях в теле, то осознавайте, что вы думаете, чтобы вас не снесло в грезу. Обычно именно так и происходит. Конен где-то в боку, человек начинает думать об этом и не замечает, что через пять минут он уже хоронит себя в мыслях. Потом спохватывается, о чем это я. Это и есть провал в неосознаваемое мышление. Не нужно ни на чем сосредотачиваться, но только знать, о чем вы думаете. Знать все время. Это состояние пробужденного ума, к которому вы постепенно должны прийти. В этом состоянии невозможны глупости, невозможно ложное мышление. Оно отбрасывается само собой. Но это начнется тогда, когда исчезнут периоды незамечаемого мышления. Здесь ничего не нужно выдумывать, а просто стараться знать, о чем вы думаете. Все время осознавать содержание ума. Если вы подумали об ощущении в животе после обеда, то знайте эти мысли. Сами попытки знать содержание ума пробуждают ум к самому себе, потому что ум – реальность. Если ты осознаешь, о чем думаешь, то не сможешь думать глупости. Так, человек, заметив, что грызет ногти, сразу прекращает это глупое занятие. А если он этого даже не замечает, то продолжает их грызть. То же самое с мыслями. Когда вы засыпаете, прежде чем вы провалитесь в сон, на вас наплывает груда неосознаваемых мыслей. Вы их замечаете, но не можете точно сказать, о чем они были. Вот точно так же вы засыпаете в состоянии бодрствования. Вы вроде не спите, вы даже видите происходящее вокруг, но вы не знаете, что происходит в ваших мыслях. Останови вас и спроси, о чем ты задумался. Вы не сможете толком ответить. Нисаргадата Махарадж. Помните, вы не можете отбросить то, чего не знаете. Чтобы выйти за пределы себя, вы должны познать себя. Постепенность. Я всегда настаиваю на постепенных изменениях, потому что они безопаснее и надежнее. Это как дистанцию пробежать. Можно поднатужиться и рвануть без подготовки. Но тогда вы не только не пробежите дистанцию, а еще и сухожилие потянете или другую травму получите. А если постепенно тренироваться в беге, со временем он станет для вас таким же естественным, как ходьба. Постепенность это первая формула практикующего, чтобы он не практиковал. Она гарантирует безопасность и надежность результата. Но постепенно не значит не постоянно. Постепенно значит постоянно, но нарастающими порциями. например, сегодня вы обратили внимание на содержание ума три раза, завтра заглянули в него четыре-пять раз, через месяц это будет уже сорок-шестьдесят раз в день, а через три месяца сто-сто-пятьдесят. Через полгода ваш ум будет опустошен на сорок-пятьдесят процентов, и вы уже не будете человеком. Потом еще немного, и вас просто смоет, как Раману Махарше во второй смерти. Нужно запастись терпением и постепенно научиться быть внимательным к уму. Ум должен постепенно пробудиться к самому себе. Представьте, что вы переехали жить по новому адресу. Возвращаясь с работы домой, вы забылись в ментальных грезах и повернули по привычке в сторону старого места жительства. Почему это произошло? Потому что вы забылись в мыслях, уснули и ушли не в ту сторону. Вам нужно быть внимательным, не засыпать, вот и все. То же самое и с вашим образом себя. Он держит вас из-за вашей невнимательности. Вы постоянно засыпаете в мыслях. Будьте внимательны к мыслям, не засыпайте в них. Только для этого нужно наблюдение и замышление. Ваш ум это чистая простыня. Просто отстирайте ее от грязи. Ум стирается внимательностью к нему. НИСАРГАДАТА МАХАРАДЖ Удовольствие погружает вас в сон, боль пробуждает. Если вы не хотите страдать, не засыпайте. Все, что вы говорите, говорит ум, а вы должны стать наблюдателем этого. Понимаете? Если вы начнете думать о себе, как о наблюдателе ума, то вы опять съехали с позиции наблюдателя. Потому что все подуманное это ум, а не наблюдатель ума. Наблюдатель ума ничего не может подумать об уме, потому что думает ум. Он все равно будет думать, но что-то будет проясняться, потому что нет двух наблюдателей ума. Это один и тот же ум, наблюдающий сам себя. А ум, повернутый на себя, становится атманом. Только не пытайтесь ничем становиться. Вам нужно только внимание к уму. Я могла бы сказать, что вам нужно внимание к себе, но из-за стойкого референса на тело вы будете не туда смотреть. Поэтому смотрите на ум. Вся вселенная с вашей личностью в придачу – являетесь абсолютом. Прямо сейчас вы вне ограничений и вне времени. Но вы сами порождаете вселенную со своей персоной и не узнаете своего лица. Вам не нужно пытаться это остановить. Вам нужно только не впадать в неосознаваемое мышление. Привычка всей вашей жизни грезить спать. Здесь все спят и видят сны собственного производства. А можно видеть сон не спя. Единственное, что вам для этого нужно – не засыпать. Тогда сон не будет приносить страдания. Вы будете знать, что это сон и не будете бояться происходящего в нем. Но привычку внимательности к содержанию ума не взять с потолка. Ее нужно развить. Это все, что касается дневных активностей. Старайтесь быть внимательными к уму в течение всего бодрствования. Если вы будете настойчиво искренне в этом, то постепенно внимание к уму перейдет в сновидение, а однажды и в глубокий сон. Но к тому времени это будет уже другое. Небо ума должно стать больше, чем облаков. Ваша цель не в том, чтобы получить какое-то особое переживание. Именно на этом многие спотыкаются. Ваша цель в том, чтобы привыкнуть жить без внутреннего диалога. Это не какой-то форсированный акт, а продолжительная жизнь без внутреннего диалога. Вы должны постепенно адаптироваться к жизни без внутреннего диалога. просто приобретите привычку почаще заглядывать в ум. О чем я сейчас думаю? Да, таким простым способом. Не нужно ничего изобретать. Или что там опять в голове? Вам нужно привыкнуть это делать часто. Эта практика вам все покажет и расскажет про ум. Но самое главное, вы привыкнете жить без внутреннего диалога. Не пять минут, не час, не неделю, а жить так все время. Это смена состояния ума. Раньше ум полностью оккупировал сознание, как тотальная облачность, весь небосвод. С практикой внимания к уму начинают появляться маленькие проблески неба. Затем они постепенно увеличиваются и небо становится больше, чем облаков. Когда небо ума будет больше, чем облаков ума, тогда все произойдет. Вы осознаете все теперь происходящее самым обычным сознанием, но не соскальзываете умом в размышления о том, чего сейчас нет. В первую очередь в размышления о своей персоне, которой вовсе никогда не было. Поймите, что сказанное относится не к сеансу медитации, а к вашей жизни. Это не так, что в медитации вы сидите без мыслей, а после медитации начинается пир ума. Это так, что ваш ум постепенно, но неотступно начинает поститься и привыкает жить на постоянном посте. Осознанность это внимания ума к своим «проявлениям». Есть желание находиться в осознанном состоянии и нежелание находиться во внутреннем диалоге. Соответственно, когда я нахожусь в осознанном состоянии, есть желание продлить это состояние. А когда я замечаю, что впал во внутренний диалог, появляется чувство самоосуждения, чувство отвержения внутреннего диалога как чего-то неприятного. Внимание ума к своим проявлениям и есть осознанность. Больше никакой особой осознанности вам не нужно. Вы и так всегда осознанны. Но вы осознаете иллюзию, создаваемую умом. А теперь начните осознавать проявление ума. Вам нужно просто осознавать содержание ума. А осознавание содержания ума и есть не впадение во внутренний диалог. Потому что если вы наблюдаете за содержанием ума, то не впадаете во внутренний диалог. Но наблюдая, не забывайте о цели. Вы наблюдаете не ради наблюдения и не ради какой-то особой осознанности. А ради того, чтобы ум не воспроизводил иллюзию, что он личность. Отвержение внутреннего диалога как чего-то нежелательного вам не поможет. Нужно простое внимание к содержанию ума, чтобы ум перестал считать себя личностью. Ум не личность, не обособленное существо. Ум сам и есть атман. Вы видите не мир, а себя. Потому что наблюдателя нельзя отделить от наблюдаемого. Кастанеда говорил, что осознанность обычного человека находится где-то на уровне ступней. Вот это и есть примерно ваш уровень осознанности. Когда 70-80% мыслей вами не осознается. Вы не замечаете, о чем вы думаете. Из 100% мыслей вы осознаете всего 20-30%. Понаблюдайте за этим и убедитесь сами. Увеличьте осознавание мыслей до 60% и увидите, что получится. Наблюдение за умом опустошает его. Возникающие мысли бывают эмоционально заряжены. Они задевают меня как личность. Бывают мысли, как тянущиеся во времени беспокойства. Бывают мысли, проявляющиеся как жадность. Бывают мысли, как страх, что если я сейчас не отреагирую на ситуацию, то я потеряю контроль. Ваше исследование мыслей – само по себе мысли. Какой в этом смысл? Вы правильно заметили, что сами попытки наблюдать мысли останавливают их. Мысленный поток замедляется. Наблюдайте мысли, а не размышляйте над ними. Иначе вы никуда не придете. Ваша первичная цель – опустошить ум. Это единственный способ подобраться к тайне чувства себя. Под опустошением ума я имею в виду не прекращение мышления вообще, но лишь свободу от внутреннего диалога. Вы же пока даже не всегда замечаете его. В норме должно быть так, что вы размышляете только намеренно и осознанно, а хаотичный внутренний диалог полностью отсутствует. Когда такое функционирование ума станет для вас нормой, вы окажетесь на пороге самопостижения. Фактически, вам больше ничего не придется делать. Все произойдет само собой. Но опустошение ума осуществляется только через наблюдение мыслей, а не через препятствование им и не через размышления о нем. Вам нужно сделать свой ум чистым зеркалом. Когда Махараж говорит «опустошите себя полностью», он имеет в виду не внутренности тела, а внутренности ума. Но слова «полностью опустошить ум» нужно понимать буквально. Не рассуждать над темой пустого ума, а опустошать его. Вам ничего не нужно делать, только внимательно наблюдайте, что происходит в уме. Постоянно наблюдайте, не прекращайте наблюдения никогда, какие бы открытия вас не посещали. Там находится буквально все, весь мир и ваша личность в придачу. Вне ума ничего нет, поэтому он есть абсолютная реальность и Бог. Это он создал вселенную и вашу персону, оставаясь при этом самим собой. Ум – это запредельная чистота, ум – это вся грязь мира. Ум – это все загадки мира, и он сам есть отгадка. Бесполезно искать Бога в храмах, на сатсангах, где-то еще. Бог – это сам ум. Все счастье в нем, все блаженство миллионов миров и все страдания в нем. Вам никуда не нужно ходить. Бог – это ваш собственный ум, но вы не знаете его. Падмасамбхава, сколь горестно не знать свой ум. Что бы вы ни вообразили, все это уже есть в уме, и больше нигде. Когда вы увидите это, между страданием и счастьем не будет разницы. Но для этого вы должны пристально и постоянно смотреть в ум. Ум смотрит на себя и узнает, что он абсолют, высшее. Ум смотрит на свои проекции и видит мир и личность. Потому что он – маг и волшебник, чинтамани, исполняющий все желания. Этих слов мало, чтобы описать величие и божественность ума. Вся ваша жизнь, все беды и чаяния, все соблазны и желания – это ум. Как только вы увидите это, между сансарой и нирваной больше не будет разницы. Но увидеть это можно только в уме. В нем решаются все загадки мира и самой Вселенной. Потому что он сам и есть ангадка. Постоянное наблюдение за содержанием ума постепенно приведет вас к раскрытию вашей реальности. Алертный ум Ясный и пустой ум Я практикую уже несколько лет практику наблюдения содержания ума в отдельном виде не выполняю. Но замечаю личностные мысли по мере их возникновения. И они спадают, как только становятся увиденными. Вам нужно постоянно наблюдать за содержанием ума, а не выискивать личностные мысли. Так вы не избавитесь от них. Постоянное наблюдение за содержанием ума нужно не для того, чтобы замечать личностные мысли, а для того, чтобы постоянно осознавать мышление, внутренний диалог. Потому что у обычного человека мышление во внутреннем диалоге неосознанно. Есть разница между молчащим умом с усилиями и уже пустым умом. В первом случае нет ясности осознания и нет алертности внимания к происходящему. Алертность внимания, бдительность и готовность ума к осознаванию возникающих явлений, без усилий и напряжения. А во втором случае ясность осознания настолько интенсивная, что делает весь этот мир абсолютно прозрачным. А алертность ума переходит даже в сновидение. Когда вы начинаете постоянно знать, о чем вы думаете, тогда все мышление, не являющееся необходимым, просто исчезает. Вы сами заметите, как в уме появляются пустые окна, свободные от ненужных, бесполезных размышлений, но наполненные ясностью и вниманием. Эти ненужные мысли, внутренний диалог, остаются с вами только по одной причине, потому что вы их не осознаете. Практика наблюдения за содержанием ума выведет весь ваш внутренний диалог в область сознательного, потому что его осознание должно стать постоянным. Это единственный способ избавиться от него. Одного только наблюдения будет достаточно, чтобы опустошить ум и узреть его первозданную природу. Опустошение ума приходит из подсознания, это несознательный акт. Сознательно вы можете развивать убеждения, получать знания, которые меняют ваше воззрение на себя и мир, которые, в свою очередь, превращаются в убеждения и оседают в подсознании, аннигилируя там самскары, причины привычных тенденций ума. Если вы честно выполнили эту подготовительную работу, то и результат не заставит себя ждать. Вскоре наступит момент, когда вы обнаруживаете, что вам нечего больше подумать ни о себе, ни о мире. Тогда «я есть» не просто выходит на передний план осознания, а меняет свое качество. Гусеница теряет привычные опоры. К этому моменту у вас уже должна возникнуть устойчивая способность удерживать внимание на «я есть», не отвлекаясь на изменяемое состояние сознания. Такое ум можно считать готовым для восприятия реальности, стоящей за знанием «я есть». Это означает, что ваш успех зависит от вашей честности. Адаптация к безмыслию Задача практики в дневных активностях знать поток мыслей? Нет, это неправильно. Цель практики наблюдения за содержанием ума в избавлении от периодов неосознаваемого мышления, когда вы как бы проваливаетесь во внутренний диалог незаметно для самого себя, где вас несет как щепку по волнам хаотичных мыслей. Если спросить вас в этот период о чем вы думаете, то вы и сами не знаете. Иными словами, вы как ум не контролируете сами себя, а без этого невозможно самопознание. Практика наблюдения за содержанием ума направлена на опустошение ума. У нее нет иной цели. Периоды неосознанного мышления вы не заменяете на осознанное. Они остаются пустыми от мышления. Очень и очень трудно добиться полной остановки ума, в которой начнет исчезать самосознание. Это почти невозможно. Вы должны натренировать себя, ум, приучить к безмолвии, адаптироваться к безмыслию. Это непросто, поэтому практикуйте постепенно, но без перерывов. Ум должен знать себя во всех состояниях. Но ум привык знать себя только в мышлении, поэтому как только мысли останавливаются, ум не может вынести такого состояния, теряет ориентиры и, пугаясь, лихорадочно собирает их вновь. Поэтому ваша задача, как ума, привыкнуть адаптироваться к периодам отсутствия мышления, потому что они и дают вам единый вкус, сома раса, ведах недвойственное восприятие, единство воспринимающего и воспринимаемого. Благодаря адаптации к ним вы сможете пересечь границу смерти, оставшись живыми. Нисаргадата Махарадж. Вы так привыкли к концептуальной опоре, что когда ваши концепции оставляют вас, хотя это ваше истинное состояние, вы испуганы и пытаетесь уцепиться за них снова. Интеллект это место встречи принципа «я есть» и «вечного». Интеллект это пограничная область. Почему интеллект озадачен здесь? Это бытие, которое вы испытываете, тает. И когда понятие «я есть» уходит, интеллект также уходит. Таким образом, интеллект получает этот пугающий опыт «я умираю». Вот почему так важно адаптироваться к периодам безмыслия. Иначе ум не сможет войти в самадхи. В происходящем нет места воображаемой личности. Когда вы хотя бы наполовину избавитесь от хаотичного мышления, то с удивлением обнаружите, что находитесь в моменте здесь и сейчас. Это не совсем точные слова, потому что момент сейчас относительное понятие. Имеется в виду, что ум больше не находится в грезе, не погружен в воспоминания или воображение. Напротив, с удивительной ясностью он осознает все происходящее вокруг, и поэтому действует очень эффективно. Самое главное, вы вдруг понимаете, что в происходящем нет места воображаемой личности. Оказывается, вам не нужно с усилием ее прогонять, потому что ее и так нет. Оказывается, ничего не нужно было с ней делать, нужно было только прекратить создавать ее. Она гнездилась в хаотичном мышлении, из которого вы наконец-то вынырнули. И это не случится быстро. Периодически фантом личности еще будет появляться, потому что тенденции сползания в бессознательное мышление будут возвращаться. Но уже появится просвет, уменьшатся страхи, появится вкус ананды. Главное не ослаблять внимание к хаотичному мышлению, распознавать и выныривать из него. Фантом личности будет исчезать постепенно, как чеширский кот. Именно так должна осуществляться практика, а не ожиданием опыта просветления. Когда фантом личности окончательно растворится, ваше просветление останется с вами навсегда, потому что оно ваша изначальная природа. Вы ничего не обретаете и не добавляете к ней, но только освобождаетесь от фантома личности. Он будет еще какое-то время высовывать голову, но если не сдавать ему отвоеванных территорий, исчезнет совсем. Все жизненные опыты это содержание ума, которое является проявлением «я есть». Таким образом, «я есть» полностью тождественно содержание ума. Сейчас ваш ум выступает в роли личности, а на самом деле он не личность, а чистое безличное зеркало. И он не двойственен по своей прозрачнейшей чистейшей природе ничему в нем отражаемому. То есть он полностью тождественен миру, который есть Бог. Ума Бог не два. Поэтому вы представляете собой не ту личность, которой вы себя считаете, а сиюмоментное содержание ума. Вы этим проявляетесь прямо сейчас. Однако ваша истинная природа предшествует чувству себя, «я есть» и всем его проявлениям. А это значит, что вы не являетесь ни «я есть», ни его проявлениями. Оно, когда «я есть» возникает, оно не двойственно вам, потому что сами вы не являетесь ничем, но только наблюдением чувства «я есть». вы предшествуете чувства «я есть». Чтобы пережить это в прямом опыте, а не на словах, вы должны намеренно стать наблюдением всех проявлений «я есть», или, проще говоря, наблюдать содержание ума, потому что содержание ума и есть проявление «я есть». Когда вы наблюдаете проявление «я есть», вы становитесь отдельно от «я есть», потому что наблюдатель не наблюдаем. Практика наблюдения за проявлениями «я есть» в конечном итоге выводит вас за пределы «я есть». Самым последним вашим шагом будет фиксированное удержание «я есть» без его проявлений. Тогда и оно исчезнет. Но до этого последнего шага должна быть проделана большая и длительная работа по наблюдению за проявлениями «я есть» содержанием ума в любой текущий момент. Нужно правильно понять о наблюдении чего идет речь. Наблюдение за проявлениями «я есть» не означает наблюдение за поведением личности. Это не так, что вы фиксируете куда вы пошли, что сделали, какую эмоцию испытали, какой опыт пережили. Это так, что вы наблюдаете само содержание ума. О чем я сейчас думаю? или что сейчас крутится в уме? Я пишу об этом очень подробно, чтобы вы поняли глобальную важность наблюдения за содержанием ума. Здесь нет речи о его исправлении или изменении. Здесь нет речи о позитивном мышлении или положительных аффирмациях. Здесь нет речи даже об оценках содержания ума. Все перечисленное очередной колпак, который слетит с вас при первом сильном потрясении. Вы должны стать наблюдателем проявлений «я есть». Когда вы наблюдаете проявлений «я есть», тогда вы отдельно от них. Тогда содержание ума не имеет значения. Вам не нужно более ничего исправлять, потому что это не имеет к вам отношения. В итоге получается, что ум сам опустошается. Практика наблюдения за содержанием ума опустошает ум без утраты ясности осознания. Но ваша задача не в том, чтобы опустошить ум, а в том, чтобы стать наблюдателем содержания ума, потому что именно наблюдение за содержанием ума выводит вас за все его проявления. Вы должны пристально и постоянно смотреть в ум до самого конца. Ум смотрит на себя и узнает, что он абсолют, высшее. Ум смотрит на свои проекции и видит мир и личность. Наблюдение за содержанием ума является краеугольным камнем самопознания и самоисследования. К нему нельзя относиться поверхностно, иначе вам не избежать страданий и боли. О чем бы ни говорил ум, ничего не меняйте, только наблюдайте его содержание. Отнеситесь со всей серьезностью к этой практике, потому что, несмотря на простоту, она требует постоянства. Наблюдение за содержанием ума не даст вам соскальзывать в ментальный сон, уже ставший для многих наркотиком. Имейте виду, что от этого наркотика очень страшная ломка. Все, что я делаю, это стараюсь находиться в состоянии «я есть» так часто, как это возможно, и жду, когда ответы на вопросы придут. Вы ничего не можете сделать, чтобы находиться в состоянии «я есть», потому что это состояние и есть «вы», потому что абсолют и «я есть» не два. Вы можете только перестать считать себя обособленной личностью, а это подразумевает постоянное внимание к проявлениям «я» мысли, которое, в свою очередь, предполагает постоянное внимание к содержанию ума. Это не одно и то же, как думают некоторые. В содержании ума есть еще слепые пятна. Это такое неосознаваемое мышление, когда вы думаете и не замечаете о чем. В этих слепых пятнах прекрасно прячется эго. Вам говорят, что нужно отслеживать проявление вашего «я», а у вас слепые пятна в мышлении. Вы вообще не знаете, что там происходит. У вас бывают моменты, когда вы забылись, и в этом забылись целый пласт неосознанных мыслей, а потом вам будет казаться, что от эго невозможно избавиться. Это потому, что оно прячется в этих незамечаемых мыслях. Из-за них вы не можете не только полностью опустошить ум для вхождения в тхьяну, но даже отслеживать проявления вашего «я», потому что они не замечаются в слепых пятнах. Многие даже не догадываются о слепых пятнах в своем мышлении. Поэтому вы прекращаете обольщаться насчет успешного отслеживания проявлений «я» мыслей, а делайте шаг назад и начинайте с наблюдения за всем содержанием ума на постоянной основе. Замечайте слепые пятна мышления в результате чего их становится меньше. Когда этих слепых пятен мышления не станет, тогда все проявления «я» мысли будут видны отчетливо. И вот тогда действительно можно будет говорить об их успешном отслеживании. Но на этом еще не конец, вернее все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео, напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня, а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok